Если драка неизбежна, бить надо первым. Эта цитата Владимира Путина как никогда подходит к событиям последнего времени, особенно спецоперации на Украине. Все сомневающиеся и осуждающие не знают, ведь что докладывает разведка. Ну и потом, биологическая, военная и даже ядерная угроза у наших границ. Чего еще мы должны были ждать? И почему так важно именно сейчас щелкнуть по носу и показать? НАТО у наших границ уже достаточно. И пора бы прекратить это жуткое кровопролитие на Донбассе. Это вопросы, ответы на которые как раз таки знают в Кремле. Об истинных планах Вашингтона, о союзной решимости по защите наших границ, о фейках и о том, что будет дальше с центральной и восточной частями Украины, мы спросили напрямую у пресс-секретаря президента Российской Федерации. Мы в гостях у Дмитрия Пескова. Дмитрий Сергеевич, я предлагаю начать наш разговор с самой нашумевшей темы в последние дни. Это, конечно, переговоры. Которые? Сейчас уточню. Я как белорусский все-таки журналист хочу с белорусской точки зрения этот вопрос задать. Вот Республика Беларусь – это страна, которая сразу же поддержала Российскую Федерацию в эту сложную, непростую ситуацию. Республика Беларусь – это, наверное, все-таки единственный, по-настоящему верный союзник. Вряд ли это можно отрицать. Но, зная все это, Российская Федерация сворачивает переговоры на территорию нашей страны и улетает на встречу с украинской делегацией в Турцию. Скажу откровенно, у нас не очень поняли в стране такой ход. И главное, беглые из нашей страны, БЧБ-предатели, почему-то называющие себя оппозицией, раскручивают эту тему, как Россия кинула Беларусь. Вот как понимать такое решение российской стороны, и как вы можете это прокомментировать? Ну, смотрите, во-первых, здесь, конечно, нет и не должно быть никакого повода для того, чтобы обижаться, жалеть и так далее. Потому что речь об этом не идет абсолютно. Для того, чтобы переговоры двух сторон, тем более таких сложных сторон, как в настоящий момент являются Россия и Украина, происходили где-то, нужно обоюдное согласие этих сторон. И, собственно, первые два раунда, которые прошли Беларусь, с огромным трудом согласовывались. И украинцы, на самом деле, не хотели до последнего туда ехать. Когда наша делегация приехала на первый раунд, они почти сутки ждали украинцев и не знали, до последнего момента приедут они или нет. Украина очень сложная страна. Очень сложная страна для нас. Она в своем состоянии нынешнем страна враждебная для нас. Это страна, которая в Конституцию записала намерение вступить в НАТО. Это страна, которая пестовала у себя тех, кто ходит в нацистской свастиках по улице, марширует. Это страна, которая, по сути, запретила у себя полностью любые русскоговорящие российские СМИ. Это страна, которая сделала русский язык второстепенным. И так далее, и так далее. А белорусы-то чем-то угодили? Нет. И одновременно, если вы помните, это страна, которая очень непростую позицию заняла, когда были события в Беларуси. Да. Очень непростую. Очень непростую. Даже содействовала. Конечно. Поэтому я бы сказал так, что это страна, которая недружественна ни России, ни Беларуси. А что касается нас, то Беларусь, она была давным-давно, есть, и мы уверены, будет действительно нашим ближайшим союзником. Это страна, с которой нас объединяет самая глубокая степень интеграции из тех, которые вызрели на территории бывшего Советского Союза. Это новая интеграция. Это интеграция независимых, суверенных государств. Но именно та интеграция, которая несет благо не только для государств, но главное для народа в двух странах. Поэтому, ну, вообще не нужно слушать, что говорит ваша оппозиция, которая там это дефилирует по западным странам за счет западных налогоплательщиков. Ну, это такой, знаете, псевдополитический туризм. Пусть занимаются, не надо на них обращать внимание. А мы были бы рады продолжать переговоры именно в Беларуси, но этого не хотят украинцы. Для них это почему-то или неудобно, или по каким-то другим причинам. Но согласитесь, что главное, главное нащупать то место, где мы сходимся с украинскими переговорочками. Главное, чтобы они продолжались. Хоть в Стамбуле, хоть где, но главное, чтобы продолжались. Потому что в конечном итоге все хотят, чтобы цели военной операции были достигнуты как можно скорее, и эти боевые действия прекратились. Это возможно путем этих мирных переговоров. Хотя они идут непросто. Ну вот Эрдоган, это же не Лукашенко, а Александр Григорьевич очень тонко чувствует обе стороны. И 8 лет назад он внес большой вклад в мирное урегулирование конфликта на Донбассе. И сегодня, в общем-то, он свел стороны, призвал хотя бы к телефонным каким-то переговорам. Вы лично знакомы с нашим президентом. Я вот хотела у вас спросить, ошибаюсь я или нет, что для него вопрос мирного урегулирования конфликта – это какой-то трепетный очень вопрос, важный вот ему лично. Ну, смотрите, во-первых, Александр Григорьевич находится в абсолютно уникальных отношениях с нашим президентом. У них действительно отношения уникальные. Они, во-первых, они понимают суть происходящего в наших странах и суть происходящего вокруг нас, как никто другой. И я уверен, что за то, что сейчас происходит в Украине, у Александра Григорьевича сердце болит не меньше, чем у Владимира Владимировича. Это действительно так. И друг друга они понимают. И те разногласия, которые у нас могут быть, они тоже понимают. Но для них всегда главным является продолжение их диалога дружеского. Хотя, поверьте мне, они иногда говорят не совсем лицеприятные вещи друг другу. И они очень жестко, потому что все-таки есть интересы Белоруссии, есть интересы России. Они очень жестко отстаивают интересы своих стран. Искреннее общение. Абсолютно. Это то общение, которое на самом деле является залогом хорошего будущего нашего двустороннего. А президент Эрдоган – это уже другой, тоже крупный, мощный политический лидер. Это очень крупная региональная страна, региональная сила, Турция. С Турцией у нас прекрасные отношения. Они не свободны от разногласий. Они не свободны от, скажем так, точек полного непонимания друг друга. Но тем не менее, в этих отношениях все-таки превалирует тоже партнерство, которое основано на взаимной выгоде. И поэтому мы развиваем очень крупные экономические проекты. Конечно, глубину взаимного проникновения в экономике сравнить с Белоруссией нельзя. Там совсем другой уровень кооперации. Там совсем другой уровень. Ну вот я думала, тоже хотела спросить. Я, конечно, понимаю, что путь мыслей един. Но вот это поведение Турции с НАТО, такие заигрывания, там же она тоже не самый послушный участник. Отношения с Россией. Разве это продиктовано только заботой о туристическом и отопительном сезоне? Все-таки Турция, может быть, претендует на новый геополитический статус? Турция всегда была достаточно крупной региональной державой. И Турция, можно сказать, испокон веков была членом НАТО. Но несмотря на это, особенно при президенте Эрдогане, все-таки Турция стала наиболее суверенных из остальных суверенных государств, членов НАТО. И это страна, которая может себе позволить такую роскошь, как отстаивание своих интересов. Это страна, которая может позволить себе роскошь сказать сегодня Брюсселю, то есть НАТО. А что такое сказать НАТО? Это сказать Вашингтону. Сказать Вашингтону, что, вы знаете, мы не присоединимся к санкциям. И мы не будем сжигать все мосты с Россией, потому что нам это нужно. Нам нужно продолжать с ними диалог, раз. И нам выгодно продолжать с ними экономические отношения. И это дорогого стоит. Это дорогого стоит. Мы высоко это ценим. Хотя мы понимаем, что, конечно, наши туристы, которые приезжают в Турцию, они оставляют там миллиарды, миллиарды и миллиарды наличных долларов. Значит, они тратят свои деньги на авиакомпании. Они дают огромное количество рабочих мест в Турции. Значит, мы несем новые технологии, когда мы создаем там атомную электростанцию, когда мы работаем над другими проектами. Мы вносим существенный вклад в энергобезопасность не только Турции, но и всего региона, работая вместе по крупным энергетическим проектам. Там турецкий поток – это голубой поток. Это все работает на полную мощность. И, конечно, у нас с Турцией хорошие перспективы. И мы рады, что Эрдоган находит в себе силы отстаивать и преследовать свои интересы, интересы своей страны. Не быть в мейнстриме. Знаете, вот сейчас все европейцы в мейнстриме, но за свой счет. А деньги зарабатывает Вашингтон. А платят все европейские. То есть деньги зарабатывает Вашингтон, а европейцы стреляют себе в ногу. И все на зло России. Вот такая вот ряда. Интересная ситуация. Ну, есть еще более интересные у нас партнеры. И у вас, как говорится, нравится, не нравится, стерпела все, красавица. И ядерные испытания. Вы цитируете нашего президента? Да, почему нет? Потому что в свободной стране. Биологическое оружие, биологические эксперименты на своих гражданах, в том числе, все стерпели натовских инструкторов. И, в общем-то, теперь благодаря этому мы у нашего порога имеем ядерную, военную и биологическую угрозу. Собственно, чем продиктована спецоперация. Если говорить о демилитаризации, то, очевидно, все пройдет, ну, мне кажется, все будет по плану, все пройдет удачно, успешно. А вот что касается деноцификации, насколько возможно очистить центральную и восточную часть Украины от фашистских идей? Но самое главное, что дальше будет? Какие вообще варианты? Какие сценарии для этих территорий? Ну, смотрите, демилитаризация действительно идет полным ходом, и военный потенциал, военная инфраструктура Украины, она во многом разрушена в ходе спецопераций наших вооруженных сил. Это действительно одна из целей, из целей этой операции, очень важная цель. Второе. Тему очень важную вы упомянули о биологических лабораториях. Это тема, на самом деле, которая, конечно, американцы сейчас пытаются отвлекать внимание, жонглировать и так далее, уводить разговор в какую-то несерьезную плоскость, но факты говорят сами за себя, и эти факты, они являются предметом не только нашей обеспокоенности, но и предметом для обеспокоенности многих-многих других стран. Я уверен, и Белоруссии, и Китая, и Индия, и так далее. Всего мира, конечно. Конечно, всего мира, потому что это чрезвычайно опасно. Сейчас уже мы обладаем данными, что, собственно, в рамках этой программы, которая финансируется Пентагоном, вокруг нас, я имею в виду, вот вокруг России, в том числе вокруг Белоруссии, создана целая сеть биолабораторий, которая работает не только над чрезвычайно опасными патогенами, микробами, вирусами и так далее, но она работает над проектами по изобретению новых видов оружия, биологического оружия, которые нацелены против определенных этносов с использованием элементов природы, животного мира, флоры, фауны. Это страшное, потенциально очень страшное оружие. Ну и вот, к сожалению, это имело место. А есть данные, насколько продвинулись успехи? Недавно, собственно, две порции данных были опубликованы нашими военными. Обработка всех этих данных, которые были получены, в том числе и в ходе операции, продолжается, и мы надеемся, что правда дозировано будет обнародоваться, и мы будем узнавать больше и больше. В Вашингтоне будут больше и больше понимать, что нам практически досконально известно об этих планах, которые действительно угрожают всему миру. Тем более, что это идет в нарушение всех действующих международных конвенций. Что касается деноцификации. Это тоже очень важный элемент, очень важная задача, специальная операция. На протяжении многих лет, многих лет действительно нацисты были абсолютно свободны от какого-либо давления, от преследования. Даже наоборот. Что хотели. И причем это было не только на Западной Украине, на Западе Украины, где они традиционно этим грешили. Но вот эта зараза, она стала расползаться по всей стране. Власти закрывали на это глаза. И мало того, что закрывали, представители этих самых националистических элементов, они были во власти. Вот это самое страшное. Ну, во-первых, мы все-таки рассчитываем и надеемся на то, что так или иначе такие проявления националистических идей будут запрещены на Украине. Мы надеемся на то, что все-таки русский язык восстановит свои позиции на Украине. Не потому, что это русский язык, потому что на этом языке говорит много миллионов, десятков миллионов жителей Украины. Это их язык родной. Его нельзя делать вторичным или третичным. И таким образом, да, мы надеемся на то, что Украина все-таки станет свободной страной в плане информационных потоков. И, по крайней мере, жители Украины смогут выбирать между украинскими СМИ, российскими СМИ, белорусскими СМИ. По крайней мере, они будут сами составлять свое мнение о том, что такое хорошо, что такое плохо. И в результате этого всего, мы надеемся, вот эти все националистические пристрастия украинцев начнут потихоньку отмирать. Но сколько еще нам нужно лицезреть двойные стандарты, устные обещания, которые не выполняются, например, о нерасширении НАТО на Восток, чтобы уже действовать жестче, и, например, даже с ЛНР и ДНР, ну, как-то во имя безопасности и их, и своих границ, например, говорить о присоединении? Ну, пока мы констатируем, что суверенитет Луганской и Донецкой Народной Лесповой Республик был призван, признан Российской Федерацией. Мы признали их независимость, мы признали их как независимое государство. И, собственно, операция началась по просьбе о помощи этих двух республик. Одна из главных целей операции – это, собственно, спасение этих республик и восстановление их государственности в границах 2014 года, то есть в тех границах, которые зафиксированы в Конституции и Луганской Народной Республики, и Донецкой Народной Республики. Мы надеемся, что все эти цели, специальные военные операции будут выполнены. Двойные стандарты были, есть и наверняка будут у наших оппонентов, и Минску, и Москве придется всегда работать с этими двойными стандарами. Мы от них никуда не денемся. Это стиль работы, это стиль идеологии наших визави, никуда мы не денемся. Это просто обязывает нас к тому, чтобы мы были терпеливыми, мы были настойчивыми в доведении наших позиций до оппонентов, и чтобы мы так действовали всегда. Один легендарный политик, комментируя, по-моему, ход холодной войны, сказал, я знаю более сотни способов, как выманить русского медведя из берлоги, но ни одного, как его загнать туда-назад. Дмитрий Сергеевич, достаточно ли спецоперации на территории Украины, чтобы обезопасить наши союзные границы, потому что мы видим активность НАТО и по другим фронтам? Есть хотя бы намекните, хотя бы какие-то сценарии? Во-первых, наши два государства все-таки занимаются совместным военным строительством, совместные учения, которые незадолго до сегодняшнего дня проводились. Массированные учения, это, конечно, помогает и отлаживать взаимодействие наших армий, тем самым повышая эффективность. Помимо этого, что касается Российской Федерации, совсем недавно наш министр обороны Шойгу докладывал Путину о том, что на наших западных границах или на восточном фланге НАТО значительно усиливается группировка и усиливается военный потенциал, который для... Это военный потенциал НАТО, а они-то говорят, что НАТО – это оборонительная организация. Но, знаете, автомат Калашникова, вот его как ни крути, он автомат все равно. Вот так же и НАТО. Они проектировались и создавались, и архитектура вся заточена на то, чтобы быть агрессивной организацией. Это организация, созданная для агрессии. И Шойгу докладывал Путину, что у них укрепляется военный потенциал на наших западных границах. И Путин дал поручение Шойгу, и наше Министерство обороны сейчас работает над этим, разработать план по ответному увеличению и укреплению нашего военного потенциала на западных рубежах. И, конечно, это будет сделано таким образом, чтобы нас обезопасить и чтобы поддерживать необходимый паритет во всем, так, чтобы никому не приходило в голову, по-русски говоря, напасть на нас. Наш президент, у меня нет оснований не доверять нашему лидеру, постоянно повторяет о том, что белорусские военные не намерены, не планируется их участие в спецоперации на Украине, да и Владимир Владимирович Путин не призывает к этому, в этом нет необходимости. Ну вот, глядя на эту агрессивную активность НАТО у наших белорусских границ и на такие панские замашки и какие-то такие мечты наших соседей некоторых, конечно, это все настораживает. В случае прорыва агрессии НАТО на территорию Белоруссии, а еще хуже, если с фланга украинского Польши откроют как-то, как будет Москва действовать? Ну, мы с вами объединены взаимными обязательствами. Во-первых, в рамках нашего союзного государства и, кроме того, в рамках УДКБ. Естественно, нападение на любого члена УДКБ, а особенно нападение на нашего ближайшего союзника, это является, по сути, приравнивается к нападению на Российскую Федерацию. Поэтому здесь абсолютная взаимная поддержка. Россия и Белоруссия – это является абсолютной константой, и никто не может и не должен подвергать это сомнению. Сейчас мы едины не только в военной тематике, не только в традициях, культуре, истории, но нас объединяют еще и общие санкции. Вот эта партия санкционная, разыгранная, как мне кажется, немало козырей сейчас у Российской Федерации. Почему бы не продавать в рублях не только недружественным странам, и, может быть, не только нефтегаз, чтобы укрепить как-то валюту? Ну, знаете, как у нас говорят, лиха беда начала. Вот сейчас у нас президент принял решение о том, чтобы недружественным странам продавать природный газ за рубли. То есть им нужно будет, они будут платить в том же евро, как они платили, но при этом у них уже будет и евро, и рублевый счет в банке. У нас немного банков, которые остались работать на весь мир. Но, по крайней мере, это уже будет перевод евро в рубли и оплата «Газпрома» в рублях. Да, это первый шаг, но он интересен тем, что это прецедент. Да. Дело в том, что действительно на фоне вот этих вот санкционных, таких бандитско-санкционных игр изрядно зашатался престиж доллара и евро. Ну, в основном доллара, как основной резервной валюты. И все больше и больше стран в своих взаиморасчетах переходит на национальные валюты. И этот процесс сейчас находится на начальной стадии, но остановить этот процесс уже нельзя. Американцам это чрезвычайно не нравится. Фактически сейчас начинает размываться Бреттон-Вудская система. То есть та система, которая позволяла Америке быть на вершине экономической пирамиды мира на протяжении многих десятилетий. И сейчас она начала размываться, и она размоется до конца. Она размоется до конца. Мы все больше и больше будем переводить взаимоотношения на национальные валюты, и эта практика будет расширяться. Ну, как бы нам вот в Юань не перейти точно так же, потому что Саудовская Аравия уже говорит о том, что в Юанях собирается. Ну, она говорит, насколько это все реализуемо, мы посмотрим. Но, с другой стороны, ничего в этом нет страшного. В этом нет ничего страшного. С Китаем, в Юанях, с Россией, в рублях. Вот, и так далее. Тут очень много вариантов, и это все прообраз будущей экономической системы, которая сейчас формируется, и свидетелем чего мы с вами являемся. Мы также являемся свидетелем гибридной атаки на наше государство, и она подразумевает не только политические, военные угрозы, но и, конечно, информационную борьбу. Грубо говоря, Беларусь и Россия находятся в информационной блокаде. Мы увидим количество вбросов, и нас не слышат практически. Дмитрий Сергеевич, а что не так с «Газпром-медиа»? Вот «Рутуб» – все, ведь не только российские журналисты и блогеры, но и белорусские на таком патриотическом порыве побежали на «Рутуб». Мы-то тоже настрадались от заморского видеохостинга и хулиганства, а там одно видео 10 часов загружается. Это «Газпром-медиа» невыгодно развивать российский медиахолдинг? Или кому-то еще? Вот почему так? С «Газпром-медиа» все так. Это гигантская империя, это крупнейший, кстати, информационный холдинг в Российской Федерации. Это гигантский информационный холдинг. Нужна диктаторская рука какая-то. Диктаторская рука там прям нужна. Нет, там не диктаторы. Они работают, это бизнес-модель, причем чрезвычайно удачная и успешная бизнес-модель. Значит, ну, естественно, была абсолютная монополия в наших странах, собственно, как и во всем мире, отдельно взятых компаний, которые становились главной площадкой для социальных сетей, для мессенджеров и так далее. И все мы частично пользуемся до сих пор в той или иной степени услугами этих компаний. У вас есть VPN, я так понимаю. VPN установили вы. Да, конечно. Ну, а почему нет? Это не запрещено. Это не запрещено. Значит, но... Почему мы им пользуемся? Потому что они хорошие. Да. Потому что это высочайшие технологии. Потому что за время существования этих компаний были потрачены... Миллион. Я даже не ошибусь, наверное, если сотни миллиардов долларов в разработку этого софта. В том, чтобы это стало дружественным, таким удобным для пользователей. И мне кажется, совершенно не зазорно пользоваться самым лучшим. Мы все должны искать самое лучшее для себя. Но меняется ситуация, когда эти компании становятся площадкой для врагов. Для врагов государства. И когда эти компании начинают подрывать основы нашего государства. Вот поэтому, собственно, произошли те ограничения, которые произошли у нас. То есть у нас и Фейсбук заблокирован по решению суда, и Инстаграм заблокирован по решению суда. У нас сейчас принимаются очень жесткие меры. Но, с другой стороны, время, когда проходит специальная военная операция, обязывает государство принимать такие жесткие меры. Здесь не для... Не до миндальничения. Нужно быть жесткими и особо не церемониться. Поэтому я считаю, это абсолютно оправданно. Теперь Рутюб. У нас же что произошло? У нас закрылся Инстаграм, закрылся Фейсбук. А на Ютюбе заблокировали ведущие каналы? Да, на Ютюбе блокировки просто повальный характер. Нелегитимный абсолютно. Повальный характер. И, конечно, это мешает и пользователям, это унижает аудиторию, унижает государство и так далее. И ринулась публика, ну что вот, как в нашей стране, публика ринулась у нас в ВКонтакте, в Телеграм, в Рутюб. Да. Тем более мы сейчас действительно поощряем владельца Рутюба. У них еще помимо Рутюба есть еще платформа, там, Япи, еще что-то. Да, они очень молодые. Они очень молодые. Но что произошло? Сотни тысяч, не миллионы пока, но сотни тысяч пользователей ринулись в Рутюб, включая СМИ и так далее, и стали грузить видео. И все это произошло в одном моменте. Что произошло? Система стала проседать. То есть вот представьте себе, что мы находимся с вами в одной комнате. Вот мы 10 человек пользуемся интернетом. А если здесь будет сейчас 5000 человек, и они попытаются в интернете загрузить что-нибудь, у них ничего не получится, потому что система вот этой комнаты, она не выдержит. В общем, у Рутюба есть будущее. У Рутюба есть будущее, туда будут вложены деньги, он будет еще более удобный. Я знаю, что в апреле они делают обновления, будет следующий шаг к совершенствованию. Туда пойдут деньги, эти деньги пойдут на развитие. Более того, я точно знаю, что Рутюб открыт для взаимодействия. Для взаимодействия в плане их развития. И в этом плане, кстати, белорусские специалисты очень востребованы. И партнерство с белорусами будет очень востребовано. Потому что, собственно, во всем мире, так же, как и мы, вы тоже известны вашими самородками в плане компьютерщиков, тех, кто пишет софт и так далее. Поэтому я знаю, что они открыты для такого сотрудничества. И они ищут людей, которые предлагают усовершенствование, там, эти разные штуки и так далее. Они заинтересованы. Добор открыт. Прекрасная возможность для всех. Я только не соглашусь, что вы сказали, что вы очень жестко действуете. На мой взгляд, очень даже либерально. Даже вот если в Беларуси сравнить, в эфир выбежала бы такая женщина с пониженной эфирной ответственностью и плакатом, то она, конечно, объяснение давала бы не у себя в телеграм-канале, а у нас в определенных органах. И мы сделали выводы после 2020 года, когда многие медиаперсоны привлекали госпереворот в своей стране, у нас очень ужесточилась система набора кадров и в государственные СМИ, и в госструктуре. Мы внимательнее стали относиться. А планируется ли нечто подобное в России? Вот что будет с Собчак, Ургантом, Тодоренко? Ну, смотрите, Собчак, Ургант, Тодоренко, они же не враги государства. Но не высмеяли тех, кто защищает государство. Ну, нет, почему? Ургант не высмеивал, Собчак не высмеивал. Вот Тодоренко я не знаю, к сожалению. Но, смотрите, у нас есть люди, которые испугались. Вот когда все началось, они испугались. Кто-то из них уехал, сказал, что я еду в длительный отпуск. Кто-то еще что-то. И все поступили по-разному, но есть те, кто испугался и кто не понял. И они не являются врагами государства. Я убежден, у нас тоже есть такие, знаете, ястребы, которые считают, что все, всех надо прям вот, все, к ногтю там и так далее. Многие не поняли, многие испугались. Понимаете, если ты певец и так далее, ты же не понимаешь ничего в политике. Если ты певец, ты не должен, ты должен хорошо петь. Ты не должен понимать про расширение НАТО. Но если ты ведущий Первого канала. Если ты ведущий Первого канала, ты все понимаешь. Но в данном случае я очень хорошо знаю Урганта, и он большой патриот. Он большой патриот. У него может быть своя точка зрения. Он ее не имеет права выносить, правда, на Первый канал. Но он этого и не делал. Здесь тоже не нужно клеветать на роль людей. Не нужно записывать их в пятую колонну. Ни в коем случае. Да, есть те люди, которые не просто не поняли, не просто испугались, но которые стали хаять власть. Которые стали нападать на наших героев военных. Вот это враги государства. И с ними мы будем бороться. И им нет места в государственных деньгах. Они же все хотят приехать, и они хотят получать государственные гранты. Они хотят сниматься в государственном кино, играть в государственном театре. Нет. Вот этого уже нельзя делать. А то, что есть, так сказать, заблудшие, ну, так лучше их наставить на пусть истинной. Как благородно. Если они захотят. Ну, это моя личная точка зрения. Я еще раз повторю, у нас есть и ястребы, и не ястребы. Я более авторитарная девушка. Я по-другому. Хорошо. О заблудших душах как раз. Вот, конечно, грамотную рекомендацию дали. Не слушать, что там наши беглые-то говорят. Ну, невозможно не обратить внимания, мне просто это повеселило вброс такой. Мол, некоторые представительницы оппозиции белорусской, агенты Кремля на самом деле. Потому что, вот, посмотрите, их призывы к санкциям, они только сплотили наше государство. Ну, и там, одно перенаправление перевала к грузов из Клапецкого порта. Вот кому в итоге выгодно? Вроде как все говорят, вот России же выгодно. Вы признаетесь? Ну, знаете, если бы они были агентами Кремля, они бы работали еще более эффективно. Ну, это, слушайте, это, знаете, излюбленная игрушка коллективного Запада. Находить вот подобных марионеток, катать их по всему миру в мерседесах, в черных, блестящих, встречать их с флагами у порога, проводить с ними пустые пресс-конференции. Ну, что, мы с вами ничего не можем сделать. Пусть они катают. Они только не понимают, что проходит месяц за месяцем, и эти марионетки, они не то что отрываются от своего народа, они уже и не хотят возвращаться к своему народу. Они забывают о своем народе. Им эти черные мерседесы становятся гораздо важнее. Ну, и не хай. Ну, и пусть катаются. Я не думаю. Я думаю, что и Беларусь, и Россия достаточно сильное государство, чтобы никоим образом от этого не страдать и не испытывать дискомфорта. А то, что западники очень часто стреляют себе в ногу, это действительно так. Вот я в этом плане, как с санкциями, например, происходит. Вот мы же сказали, что и вы под санкциями, и мы под санкциями. А кого больше? Мы причем под санкциями беспрецедентными. Беспрецедентными. В истории еще не было такого санкционного давления ни на одну страну в мире. Но нет худа без добра. Это заставляет нас крутиться, работать. Это заставляет нас производить то, что мы не производили раньше. Самим внедрять те технологии, которые мы раньше сгупали из-за рубежа. Ускорять нашу программу по авиапрому. Ускорять наши программы по агропромышленному комплексу. И так далее, и так далее, и так далее. Это Беларусь рядом, если что? Да, и кстати, это заставляет нас еще плотнее взаимодействовать, и еще глубже выстраивать интеграцию с Беларусью, кооперацию с Беларусью. Потому что это помогает нам снизить вот это санкционное влияние. И так далее. Поэтому нет худа без добра. Все-таки хочу спросить еще, чтобы уколоть окончательно эту публику. Очень много педалировали перед референдумом, что это именно условия Москвы в Минску, обновление Конституции. Я вдумчиво много раз прочитала поправки, не поняла, каким местом Москве вообще это выгодно. Вот неужели все-таки вы надиктовывали поправки? Никаким. Никаким абсолютно. И я знаю, что президент Беларуси во время последних, наверное, бесед с Путиным он рассказывал ему вот о процессе внесения поправок. Но ни разу, естественно, ни российский президент, ни кто-то в России не делал чего-то, что могло восприниматься как попытка вмешательства во внутренние дела. Об этом не может быть и речи. Мы слишком дорожим нашим союзничеством с Беларусью, чтобы делать что-то, что будет означать вмешательство во внутренние дела. И мы дорожим нашим партнерством, которое важно и для Минска, и для Москвы. А пытаться кого-то уколоть не надо. Не надо. Давайте думайте о своем благе. Да, логично. Не так давно пресс-секретарь президента Беларуси очень метко обозначила, что диктатура – это наш бренд. А что бренд России сегодня? Ой, ну, наверное, у нас все-таки бренд Путин. У нас бренд Путин. Это действительно так. И у нас он пользуется совершенно уникальной поддержкой. Уровень поддержки президента с начала вот этой военной операции существенно вырос. Он сейчас ушел за 80%. Ну, то есть, грубо говоря, вот, наверное, со мной согласятся даже специалисты, социологи и политологи, в том или ином, в той или иной должности практически 22 года быть у власти и иметь поддержку населения больше 80%, это можно заносить в книгу рекордов Гиннесса. Это огромный уровень поддержки. Ну, и, собственно, вот президент пользуется этой поддержкой, черпает силы из этой поддержки и принимает такие решительные действия. Спасибо. Спасибо вам. Коли же мы заговорили о брендах, у нас в Беларуси есть еще один бренд. Так. Ребята. Это был «Аббруйский зефир». Спасибо. Но главное – «Аббруйский». Я всегда говорю, вы, главное, не ошибайтесь, когда приезжаете в Беларусь. Это именно «Аббруйский». Он самый вкусный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова